Включение мотивирующий сюжет. В Минске несколько лет назад появилось движение любителей бега. Там есть тренеры, присоединяются даже селебрити. Два раза в неделю, абсолютно бесплатно, эти люди помогут вам заняться собой, привести себя в форму. Они утверждают, что с тренировками меняется не только тело, но и мировоззрение человека. В сентябре будет пик сезона полумарафон. Арена готовит к этому старту нашего корреспондента Елена Горель. Эти люди собираются у Арки в Парке Победы каждую среду в полвосьмого вечера и в субботу в полодиннадцатого утра. Они занимаются бегом, они готовятся к полумарафону. Я же решила присоединиться к этой компании, чтобы провести эксперимент. Что случится со мной за три месяца упорных тренировок? Обещаю, ни одну из них не пропускать. Да, возьмем, конечно. Что из меня получится? Увидим через три месяца. Думаю, вы в любом случае пробежите как минимум пять километров, это точно. И надеюсь, достигнется своей цели. Здесь можно встретить людей разного возраста и разных профессий. Врачей, учителей, экономистов, айтишников. Работаю я инженером ПТО. Путешествия. Компании по продажам косметики. В туристическом агентстве, то есть, в принципе, занимаюсь здесь как любитель. Главное не стесняться, говорит Николай с солнечной фамилией Рыженьки. А сам признается, влиться сразу в коллектив побоялся. Накручивал километры в одиночестве. А зря. Замечательно. Просто с первой же тренировки стало понятно, что абсолютно позитивная команда. Абсолютно каждый раз новые люди добавляются, новички. Юлия Королева уже не новичок. Парадокс. Пришла однажды к арке в Парке Победы, потому что бегать не любила. Юлия с Фоллоу Минск ровно год. Столько же полноправным участником движения является и Бублик. Несмотря на короткие лапы, на одном собачьем дыхании пробегает километры, которые не всякому человеку под силу. Замечательно. Мы ездили даже на марафон в Риге, и Бублик бежал 10-километровую дистанцию. Получил свою медальку заслуженную. У всех, конечно, цели разные. Кто-то приходит за компанией, кто-то за общением, кто-то похудеть, кто-то ставит беговые цели, каких-то результатов хочет добиться и так далее. Это помогает снять стресс после работы. Потому что работа у меня сидячая, за компьютером. Я как бы тут отдыхаю. Глаза отдыхают. На пути к 5-10, а то и 21-километровой дистанции важно сделать первый шаг. Чтобы он получился правильным, первый совет от профессионала. Желательно начинать бег не по твердой поверхности, как асфальт, плитка, а начинать именно бежать по грунту. Оно мягкое, и вы амортизируете, то есть меньше вероятность получить травму. Для новичков желательно без опыта бежать хотя бы минут 15-20. Если тяжело бежать равномерно, постоянно поддерживать темп, тогда желательно можно переходить на шаг. И постепенно увеличивать продолжительность именно бега, а не ходьбы пешком. Тренировка в «Фолуминск» это не просто бег. Для начала разминка под присмотром тренера, после на дистанцию. Протяженность каждый выбирает себе сам. 3, 5, а то и по самочувствию. На закуску ОФП и беговые упражнения. Большинство приходило с нуля, и месяца за 3-4, даже 5, где-то подготавливались с нуля до полумарафона, бежали. Так что с любыми целями приходите, пожалуйста. Я каждое утро встречаю десятки людей, бегущих навстречу, подающих друг другу хлопки рукой, улыбающихся. Ведь это здорово, бежать под одним солнцем, когда с утра прям у тебя настроение, и работать хочется, и просто жить. Сейчас уже, должен отметить, хорошо реагирует, положительно. А до этого, наверное, как-то еще так посматривали, что же за этот отряд такой непонятный, то есть с недоумением. Сейчас уже забавно. Ну, естественно, все эти шутки из разряда, что Динамо бежит, ну, конечно же, все бегут.